так андрей там задал вопрос волты в москву да уехал я в москве уже два месяца здесь понял что в сочи 2 месяца на это то есть ты посмотрел да то что ага в россии там москве уже теплеет надо короче туда до сочи уже жарко ясно ясно сейчас андрей подключится пообсуждаем все новости которые происходили потому что мы давно достаточно не выходил прямой 2 месяца до встречались но много всего происходило всего интересного поэтому я думаю надо будет кстати последний когда мы проводили прямой эфир ты отнекивался от френдекса потом смотрю то появился я решил все таки взять не там очень легко людям заходит там легко заходит но там у них конечно геморрой biggest ты туда дос-атаками там много как проблем за до 100 так там зависли выплатой плюс там у меня человек как раз авто программы зашел на 9 тысяч долларов на эти деньги тоже короче потерялись вот я где-то недели три пришел этот вопрос своим вышестоящим руководителем евгений кстати Благодарю тебя, если смотришь прямой эфир. Евгений вышестоящему тоже долбил, что у нас там деньги зависли. Потом они пришли, но пришли не на автопрограмму, а просто на полном стейкинг они пустили. И мы потом решали, чтобы их, короче, в автопрограмму еще там в D5 перебросили. И все. Вот сейчас вроде все решили, все хорошо. И выплыли. Вот мне не нравится, что идут там больше пяти дней, наверное. Я не знаю, сколько у тебя. Нет, там буквально недавно они начали выплачивать, в общем. Там у них же сайт не работал, потом его запустили, поставили выводы. Да, и сейчас там новости в том, что раньше можно было там каждый день ставить заявки, в день по несколько заявок ставишь, набежал, поставил. Вот. А сейчас можно ставить одну заявку, и пока она не обработается, следующую ставить нельзя. То есть он просто не будет давать ставить. Вот это буквально с сегодняшнего дня там такая эта. Ну вот у меня стоит, сегодня, думаю, вывод уже должен будет прийти, посмотрим. Ну, я пока да, тоже тормознулся. То есть ко мне люди обращаются, пишут. Я говорю, нет, давайте, друзья, подождем, что-то как-то нет. Мы еще перед Дубаем, перед тем, как лететь, уже начинались эти проблемы, и мне когда спрашивали, я говорю, давайте съездим, посмотрим, что там будет. А потом уже... Или там на Фрэндекс, что ли? Да, да, да. Мы по Фрэндексу ждали. Да? Ничего себе, я не знал даже, что у них проходило что-то. Не, у них было там, ну там, ну там этот, квалификацию выполняешь, и можно было это... А, да. Объем, объем, да. У тебя какой объем там, кстати, в товарооборот учитывался? У меня небольшое, там, у меня там больше 100 тысяч, там 110 где-то. А, нет, там 250, 250, по-моему, надо было там, да. 250 пойдет уже. Так, Володь, я там спросил, как ты в Москве оказался, и меня выбило. Если ты рассказал, еще коротко повтори. У меня столько событий по Москве, это... У меня дочка родилась, вот, здорово. Так, поздравляем тебя от всей блогерской аудитории. Да, мы, собственно говоря, поэтому и прилетели сюда с Сочи, потому что там ну с медициной, скажем так, именно в родовой части не очень. Ага. Мы столкнулись вот в начале беременности там с одной проблемой, пытались там решить, и, в общем, не нашли там оборудование даже в том роддоме, где центрально у них там считается. И потом мы приняли решение, что сюда мы приедем платно, мы рожали, все хорошо там у нас прошло. Я тоже, кстати, на родах присутствовал, тоже решил такое получить. Очень получил много эмоций. Прям... Ну, я не знаю, рекомендовать или нет, потому что мне... Меня отговаривали долго, говорили там, друзья, что там кто-то уже там был на родах, и говорили, что это жесть, что потом вообще там все. Это со всеми дела. Я говорю, нет, я пока в этой жизни хочется по максимуму все получить. Так что... Вот так вот. Потом с машинами я заморочился, вот через Worldlyx. Да, да, я видел тебя там, ага. Да, два, и вот сейчас у меня 10-го, третья машина. Забираю 10-го. Должна оплата с лизинговой компании поступить. И где-то числа 12-го, 13-го уже буду забирать автомобиль. В общем, я там видео записал, еще не дошли руки выложить, но вот сейчас пока есть возможность. Хочу сказать, что каждый автомобиль, в общем, мне обошелся где-то в 400-500 тысяч рублей. То есть я три автомобиля купил по факту за полтора миллиона, которых стоимость их 15 миллионов. Хо-хо-хо-хо-хо. Вообще нормально. Не, а я... Я могу сказать, как так получилось, если интересно. И этот... А слушай, ну давай быстренько, Гора, скажи, просто интересно, да? Да. В общем, я покупал за эфиры, там же можно через крипту, то есть не можно, а только можно через крипту. Вот я один автомобиль купил через Троны. Троны я тоже там покупал по 2 цента, а продал их где-то по 12. То есть это 6 иксот. А. Понятно. У меня было. И плюс автомобиль в два раза меньше за 50 процентов. И эфиры у меня 17-го года уже, ну, лежит там определенный капитал. И, в общем, я их покупал по 250, по 150, там по 80, по 400, по 800. Ну, в основном где-то 250 долларов, если в среднем взять. То есть у меня второй автомобиль получился 12 эфиров, а покупал я его за 250 долларов. Ну да. То есть мы унижаем это где-то там 3 500 долларов урожая. И плюс еще автомобиль полцены. То есть я делим там на два, получается 2 500. и эфиры еще там. Вот. Да, такая выгода. И еще год проходит, я в автомобиль могу еще третий раз крутануть и продать его там, допустим, не за 100 процентов, а за 90 или там за 85. То есть не за 5 миллионов, а за 4 продам. и у меня полторашка как раньше с каждым автомобилем. Вот. Я так делать не буду, но я просто вот так вот можно крутить деньги, если ты знаешь схемы, если ты видишь возможности, то можно вот так вот делать в интернете. Сейчас все криптоскептики, они такие сидят думают, че, подери. Да. Вот я езжу, вот у меня машина такая ну сейчас редкая в Москве там или вообще потому что они только с декабря прошли полисад киндай. И там кто-то подходит, вот там почем купил 500 тысяч рублей. Он говорит как так? 500 или там 3 600 стоило в том году. Я говорю в том году много что там стоило. Железо с деревом тоже стоило в три раза дешевле, чем сейчас. Все поднялось вообще просто. Вот у нас ремонт идет у отца одна дача и в Сочи. И короче все подорожало просто в три раза. Ну да. Ну во Сочи вот мы были когда там у вас недвижимость вообще говоря взлетела просто космически. да, вот я две квартиры которые купил 100 тысяч рублей я давал за квадратный метр. Это было в сентябре. Да, в сентябре я покупал. В марте я полностью закрыл там две квартиры. Короче, у меня квартиры вышли в 9 лямов. 45 квадратных метров. Две квартиры по 45. я там, ну, решил такую распродажу сделать небольшую там акцию тоже 45 квадратов хорошая квартира там для аренды там для всего можно взять ну или самому там жить если ряд там с морем там где-то километр до моря в общем уже 180 квадрат 180 тысяч квадратный метр а так вот сейчас немножко там не 15-20 такая акция потом по 300 тысяч квадратный метр то есть она сказала что меньше 300 тысяч уже в Сочи в Адвере найти нельзя квартиру 300 тысяч квадратный метр и то надо поискать что-то найти то есть 200 процентов взлетели цены и это еще не победило с подорожанием подорожание еще раз подорожание сейчас вот будет Володь а подорожание это связано с чем с тем что там ипотека снизилась или что люди лучше жить начали во-первых это пандемия ага во-вторых они еще указ сделали там закон приняли что многоэтажные дома несколько лет теперь в Сочи строить нельзя и под этот шумок они все подняли и в квартирах многоэтажных поднялись цены и плюс еще там новостройки ну короче все поднялось под этот шумок плюс аренда жилья сейчас очень дорогая там людей просто кипиш их выгоняют даже по договору что они там что-то делают понятно так ну что давайте что-нибудь пообсуждаем кстати я тоже совершил покупку и скоро запишу видео где-то числа 16 я там получу документы и тоже сделаю видео не ну я потом расскажу и как раз таки сидел сегодня такой думаю так надо как-то это все обыграть и вот как раз ты сейчас говорил что ты эфиры покупал и у меня как раз эфиры были по 8000 рублей которые куплены в 2020 году в январе месяце ну и то что сейчас творится ты сам видишь да то есть ну как раз будет такой нормальный контент для как раз криптоскептиков тех кто не верят криптовалюту те кто не верят там заработок в интернете и тому подобное причем даже можно было не участвовать в хайпах в принципе да есть еще такие вот так друзья ну что давайте сегодня пообсуждаем наверное что вообще было какие сканы произошли кто в них попал я на самом деле я кстати не попал в них то есть я в кубике меня не было ты был в кубике со старта почти ну не со старта там несколько месяцев мы зашли но мы все команды все в плюсе в коробке потому что вот сколько уже работает кубик дохрена времени ну месяцев где-то 11 по-моему да что-то такого ну да можно было выйти без убыток и по-моему почти 100% в части прибыли так что здесь вопросов кубику нету потом что текра там еще ты не был в текре нет я тоже шумно мы разбирали это проект с командой мы не стали заходить да такие я вообще такие проекты не очень люблю потому что у них вот этот круговой маркетинг когда заходишь на кружок потом там он заканчивается тебе тело возвращает а такие проекты из 100 штук 5 там более-менее поработает остальное а вы выявить на старте там андрейл какой-то я поэтому просто такие пропускаю и вообще не лезу слушайте ребята если я там свой клуб впущу к нам в зум как вы на это смотрите ну если у тебя там народ воспитанный хулиганичить не будет просто кто-то вопросы задаст но я не знаю хотя вот это такая просто просит ссылку честно говоря мы так всегда проводили я специально не даю ссылочку ну да просто видишь у нас и так технические тут всякие заморочки бывают а тут а тут сейчас еще кто-то добавится да еще что-нибудь будет друзья извините вот у нас такая да смотрите смотрите нас трансляции без проблем да вопрос можно писать там картинка висит сейчас но потом запись будет а потом запись да Дэн расскажи как съездил Дубай что понравилось еще не очень да в принципе все понравилось было классно познакомились с людьми можно было на самом деле не ехать можно было просто 3000 долларов получить вывести и все ну я понимаю что как бы в этой теме развиваюсь поэтому думаю тут надо поехать то есть я ехал туда по большому счету побольше поработать то есть я понимал что у меня разница во времени там у них 6 часов со мной да разница потом перелеты эти и там достаточно короткий промежуток времени были и я бы там просто даже не успел там в часовых пояс въехать но у меня получилось как-то въехать потому что я в Москве пока останавливался там поспал немножко и как бы приехал нормально себя чувствовал вот ну отснял контент в принципе так потом уже на канал потихоньку выкладываю а так ну что классно 150 человек лидеров которые качнут в принципе любой проект наверное собрались то есть неплохо было мне понравилось ну а по развитию что там говорили какие у них планы ну развитие план это грандиозное но я считаю что надо дождаться чтобы в техническом плане все работало и функционировало так как должно как это было раньше если бы сейчас не было вот этих проблем там народ бы просто бежал бы как угорел и это было бы просто не остановить как финика финика же работает до сих пор да 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 здесь бы все то же самое было просто вот именно из этих проблем ну как я скажу так ладно буду как очень корректно я после того как я приехал я провел закрыт зум там сказал вот все что думаю вот сейчас буду более корректно там собралась такая два вида сетевиков или рифоводов как нас называют первые это такие вот как мы с вами которые не один скам да поймали а вторые новички вот и которые как новички они офис открывают скамов не ловили вот ну для нас это хорошо ну надо думать конечно неплохо вот и те кто такие как мы они друг к другу все подходили и спрашивали ну что думаете что думаете ну то есть в принципе я делал то же самое вот ну и вот таким вот образом в принципе все и было вот но и есть те которые там топят все классно все супер там никого ничего там все хорошо ну вот в таком формате поэтому настроение нормально я говорю надо просто подтянуть все технические проблемы потому что вот за два дня они там наверное ну около трех миллионов долларов выплатили даже может больше поэтому ну видно что стараются хотят поработать интервью я взял у Руслана Пичугина вопрос ему задал говорю Руслан у всех вопрос сколько будет работать Фрэндекс вот говорю у меня получение автомобиля я на автопрограмму заходил говорю у меня получение говорю в средине августа и говорю какие шансы получить автомобиль он говорит 99% все вот так в ответ получился вот поэтому ну как бы настрой поработать есть посмотрим надеюсь надеюсь все будет окей ну я считаю что так если сейчас переживут вот этот вот вот эти вот технические проблемы переживут потом зайдут и будет нормально все работать функционировать полноценно так как должно быть быстро выводы быстро вводы никаких проблем не возникает там если на автопрограмму отправил значит на автопрограмму уходит да сейчас у них недвижка будет запускаться если это все начнет вот так вот дальше входить в этот плюс это будет развитие земное земное это то развитие, которое мы не видим, и оно выдает гораздо больше притока, гораздо больше средств, тогда будет все ок. Ну и если они сейчас до августа доживут, а в августе у нас будет куча просто машин получения, потому что и у нас в команде даже ребята заходили раньше меня на автомобиле, и когда это будет массово, то есть вот так, не так вот как у них там одна или две машины там какой-то обзорчик, то есть слабенький, инфополе очень слабое было. Когда это регулярно все начнут получать, это будет все инфополе занято, плюс об этом, ну просто какая-то Марья Ивановна, да, там зашла на автопрограмму, купила тачку, там зашла во Френдекс, приобрела тачку, соседи видят, Марья Ивановна, откуда у тебя тачка, вот, ну как откуда, с Френдекс, а сколько ты взяла, за 30% подстоимость, я тоже так хочу, ну то есть вот этот сарафан начнется, да, и в принципе будет, ну классно, поэтому ну задача сейчас просто вывести программу до где-то, ну до августа месяца. Ну а осенью там новый приток пойдет, новая волна, потому что осенью все активизируются, и после лета все гораздо активнее заходят, и новые притоки идут, все остальное. Да, я тоже так думаю, что лето пройдет и будет хороший такой приток. Да, ну и как бы нет смысла сейчас как бы прикрываться, да, по той причине, что, ну блин, осенью будет очень много денег, вот надо просто до осени довести и все. Ну вот как-то так. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok